и сразу же в нижнем мире я встретился с белоглазыми людьми сидахи ездящими на мамонтах мамонты не вымерли они ушли в первый уровень нижнего мира но они сказали тебе идти нужно дальше и я пошел дальше и чу в ледяной пустыне я встретился с великанами людоедами сидахи они сказали о великий колдун мы тебе не сможем помочь иди глубже я пошел дальше и там в мире без дна я встретился с матерью всех оленей она покормила меня своим молоком из груди и я стал ее приемным сыном а потом пришел ее муж бог болезни и смерти эрлик но так как мать всех оленей усыновила меня я стал и его сыном и он убил меня ставил мне железное сердце и воскресил и провел к своим дочерям у которой в чуме была болезнь она была хозяйкой чума а так как они стали моими сестрами в каждом чуме дочерей бога болезни и смерти я стал хозяином я могу говорить с болезнью заговаривать врать и выгонять ее потому что я хозяин чума дочери бога болезни и смерти которая была до этого хозяйка чума к вопросу со скольки лет я собираю мухомор с 1987 года мне было семь лет у меня бабушка была знахарка она была под слеповатая брала со мной меня уже в семь лет меня отправляли на лето она жила на хуторе таком два дома и она собирала травы грибы вот она очень плохо видела облез меня вози водила ну там лес 500 метров и лес и говорил ну-ка вот-вот кто-то принеси кто-то принеси смотрела вот так так это гриб мухомору нам нужен ну так пошло 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 ну конечно же лет в десять так более-менее нормально то что в семь лет она наверно еще боялась чтобы я куда-то далеко отходил а вот но это первый мухомор вот я точно помню так 77 лет 87 год вот так травы также она я и помогал собирал а потом ребят в моей деревне бабушка жила на хуторе далеко 150 километров моя а вот я где я родился тут тоже три знахарки были а я любил с грибами ходить бабушки старенькие были они зубы заговаривали заговоры дела кстати не христианки были очень странно у них отношение и к церкви и коммунизму было плохое вот и они говорят там принеси чагу принеси мухомор принеси зверобой или тысячелесник вот одна я у них мы молоко брали на корова была и вот там бабушка жила вот постоянно есть что-то приносил она мне учила заговоры учила воспринимал тогда это не очень серьезно так ну говоришь и говоришь все это сработало потом потом понимаете да вот смотрите как странно педиатрический факультет закончил педиатром поработал не моё да с ней с детьми не поговоришь вот она мам как-то я влиял потом врач скорой помощи думаю дай-ка в экстренную медицину и потом психиатрия наркология психотерапии до врач врать и говорить обманывать врать кому болезни вот это то есть вот так вот колбасила меня из реанимации в педиатрию в скорую помощь и потом только все равно психиатрия наркология психотерапия а теперь растения травы грибы то есть возвратился к тому к чему мне собственно говоря получается призвали эти четыре бабушки одна родная и три вот местных ну их ведьмами там назвали на это все равно потому что я же видел как это все происходит я как-то в их сарае был допущен до приносил траву вот они говорили когда ее собирать ну не навязчиво так навязчиво многое наверное не буду вам говорить может быть потом что там происходило вот так то есть получается даже страшно помнить а вот так в принципе осознанно уже до в девяносто девятом году мы с другом попробовали прям высушить сразу скажу да по начитавший кастанеды это конечно же семечки дурмана мухомор а уже потом с 2005 года когда стал наркологом как альтернативное психиатра нарколога лечение уже в принципе с 2003 2002 мы начали изучать с химиками с ребятами с биохимики с врачами такими альтернативным психиатром наркологом мне просто сразу честно скажу не удалось поступить на психиатр нарколога потому что я тульский в москве вот иди что далее до педиатрической значит интернатуру по педиатрии потом скоро ну ничего добился вот так вот вот так ну вот и ответил на вопрос по большому счету если так вот конкретно семи лет ну естественно там бабушка была главная на естественно я там только как это под подсобный рабочий добыл между прочим самогонку есть это 88 87 год сухой закон был самогонку с ней гнал я следил чтобы милиционер не приехал вот для чего первак и она с первака делала настойки вот представляете нарушал закон 8 лет 7 но это все в принципе вот этот я же смотрел я же видел я помогал и она у меня внутри как бы есть это да даже я могу не почитать свою медицинскую литературу как заготавливать травы до россии она у меня уже где-то как то есть я книгу открываю для врачей естественно и подтверждаю да это так да то есть ну ту же калина бабушка говорила в моро до мороза надо собирать как только мороз это только для чая а почему оказалось действительно как только мороз там вибрунин инактивируется то есть чем горче калина тем лучше ее то есть она тогда лечебная если проморозилась все хуже гораздо ну и вот такие вот нюансы нюансы они очень важны как оказалось так что ну вроде все вот так вот такой экскурс ребят в истории моей уже личной жизни но это не совсем лично это профессионально да между прочим ребят знаете в медицине официально с какого возраста я работаю 14 лет 2000 в 1994 году я устроился официально работать в школе учился в больнице лошадь была она возила фельдшера по деревням даже на уазике зимой тогда можно было не проехать вот папа мой врач были фельдш или медсестру до около сделать так вот нужно было ложь и вот я за ней ухаживал я был официально конюхом назначил 2014 году года уже работал в медицине представляете посмотрел свою трудовую книжку первую коник вот так вот как вспомнишь на санях запряжешь ее и ночью с ребятами по девчонкам мы любили вторая лошадь да и баб бортами бились мат много еще друг друга стаскивает как мои ноги не ломали я это не понимаю интернат не был вот развлекались ну все давайте аминь до фамини верни